Объясняю, почему в вакцине от коронавируса нет и никогда не будет чипов из-за медленного яда, даже если верны гипотезы конспирологов о тайном заговоре тайного мирового правительства с целью сократить экономически избыточное население. Если существует какое-то тайное мировое правительство, то с учетом того, что на дворе не античные времена и даже не средневековье, то любые современные заговорщики будут ограничены в своих действиях законами капиталистической экономики. То есть никогда не будет работать в крупном масштабе то, что заведомо нерентабельно или то, что неконкурентоспособно. Вот один человек может нерационально потратить свои деньги, например, продать квартиру и купить миллион алых роз для своей возлюбленной, но массово люди это делать никогда не будут. Даже если существует какой-то чип и яд, который можно незаметно ввести через вакцину, то никто это делать не будет, потому что производство вакцины это очень выгодный бизнес и наносить себе репутационный ущерб производитель вакцин не будет. Все понимают, что если какой-то производитель умышленно или неумышленно вакцину добавит какую-то бяку, то ее очень быстро найдут конкуренты, объявят об этом и производитель понесет репутационные убытки. Цель любых капиталистов это не вредить другим людям, а получать себе прибыль. Поэтому даже если кто-то и будет со злым умыслом внедрять что-то в лекарство, то это будет делать какая-то фирма-однодневка с какой-нибудь сомнительной биодобавкой, якобы от чего-то защищающей. Но самое главное, что если надо сократить население, то для этого есть гораздо более простые способы, которые сейчас, кстати, активно применяются. Если надо следить за человеком, то у него в крови находят что-то с чем-то, сажают на социальный мониторинг без всяких подкожных чипов. Хватает обычного смартфона и соответствующего указа местной власти, поэтому никто не будет внедрять какие-то тайные подкожные чипы для слежения или вреда здоровью, ибо это нерентабельно. А чтобы люди быстрее умирали, не надо им какой-то яд вводить. Вполне достаточно им навязать нездоровый образ жизни через принудительную самоизоляцию и ношение масок. Недостаток движения и свежего воздуха гарантирует вред здоровью без всякой дополнительной отравы. Которую еще, кстати, надо произвести, а это денег стоит. Заметьте, идеи антипрививочников безумно выгодны, потому что те, кто считает, что вакцина вредна, наделают фальшивых прививок. То есть прививки нет, а документы прививки есть. Это означает нулевая закупочная стоимость. Некоторые блогеры уже заметили, что вакцинируется людей в несколько раз больше, чем произведено вакцины. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...